Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в мрачную и интригующую Death Door. Здесь какие-то три могилы и два маршрута пути. А, мы попали вообще, получается, в склеп. Это что такое? Назад мы, кстати, не сможем выбраться, потому что он не прыгает. А, наверху там был рычаг. Вот я прозевал. Не доглядел. А здесь у нас энергия душ. Неплохо. Вот эти вот любопытные. Какие-то двери. Почему они сейчас закрыты? Уже не первая такая попадается. Дверка. Да, я, кстати, выбрал правильное направление сразу. Если бы я увидел рычаг там наверху, то не пришлось бы бежать повторно. Но, с другой стороны, я бы не забрал энергию души. Хотя, наверное, бы забрал. Я в любом бы случае отправился туда полюбопытствовать, что там мы могли пропустить. Ну, в таких играх только так и можно играть. Ну, какая-то клетка. Не для меня ли это клетка? А это, похоже, клетка лифта, да? Интересно сделано. То есть у нас клетка, это лифт для вороны. Вы понимаете? Вы понимаете, о чём я? Ну, молодцы авторы, конечно, красота. Ой, как симпатично сделана тень. Версия, кстати, оптимизирована для Xbox Series. Вот это указано в самом магазине. И, соответственно, когда ты играешь. Там, по-моему, есть FPS Boost для этой игрухи. И Quick Resume. Мне, кстати, очень понравился этот склеп. Жалко, в нём очень немного мы провели времени. Подождите, а что кувшин восстанавливается? А, нет. Показал, что кувшины восстанавливаются. Думаю, что происходит. Может быть, все нужно разломать? Может быть, я получу какой-то приз? А может быть и нет. Кстати, мы прошли первый эпизод. Что-то около 45 минут было наиграно времени. И на 8% соответственно мы прошли игру. Это чтобы вы ориентировались, насколько мы продвинулись по сюжету игры. Где-то, наверное, предположительно, исходя из этих данных, я думаю, что игрушка должна пройтись часов за 10. Для инди-проекта это очень большой... О, как круто! Обалдеть! Да, они сразу исчезают, но то, что эти листья рассыпаются... Красота! Ну, очень, очень так выглядит изящно это дерево, с опавшей листвой какой-то бассейн. Мир, конечно, мрачный, насколько это возможно. Вот, смотрите, огонь и вот эти вот кувшины, они, возможно, тоже с какой-то жидкостью внутри. И сейчас, скорее всего, у нас будет возможность его зажечь. Так, что пишут. Зажгите ваше оружие и сейте пламенную радость. Я понял. Не надо больше слов. Вот так это работает. И тут у нас, понятна, схема уже. Владение керамической ведьмы к северу от врат. С листьями очень классно сделали, нравится. Тут, кстати, дерево еще не до конца с опавшей листвой. Что вот эти грибы? Может, их надо все уничтожить разом? А, нет. Может быть, если поторопиться. А ну-ка, вот так можно. Ладно, не хочу с этим заморачиваться. Явно, есть чувство, что ни к чему это не приведет. Не умеет прыгать наша ворона, хотя, по идее, она должна летать. Ну ладно. Дома керамической ведьмы. Дома керамической ведьмы. Как-то перебраться на ту сторону нужно. Но сейчас это сделать, похоже, невозможно. Так, посадить семечко есть. Это что? А, активировать дверь. Да, кстати, сколько у нас? 329. Еще немножко, и можно будет отправляться назад. Скорость передвижения я хочу прокачать. Ой, а вот наверх тут. Это 100 единиц энергии души наверху. Как туда нам забраться? А, ящик меня не прибьет. Не, норм. А тут, возможно, позже мы сможем уничтожать вот эти барьеры. Посмотрим, посмотрим. Опа! Кто такой? Ох, здравствуйте, пернатый друг. Ваши сородичи редкие гости в этих краях. Надо думать, вы здесь для того, чтобы забрать чью-то душу. Смею надеяться, что не мою. Что ж, к делу. Похоже, наши пути сошлись в судьбоносный момент. Возможно, вы не заметили, но меня настиг необычный недуг. Увы, он целец головой в кастрюлю или что? Не судите меня по цвету моего котелка. Лучше оцените его содержимое. Котелок. Нет, это, ребятки, это просто котелок. Ох, где же мои манеры? Мне очень приятно познакомиться с вами, Клювик. Нет, все-таки, это все-таки действительно котелок. Похоже, я попал в затруднительное положение. Мне никак не обойти препятствие впереди и не открыть железные ворота. Если бы вы только согласились мне помочь, я бы был вам весьма признателен. А еще мы смогли бы продолжить наш путь вместе. Ну, я даже не знаю. Впереди множество препятствий, Клювик. Удивительное дело, как могут быть связаны между собой закрытые ворота и зажженные фонари. Понятно, он дает подсказку, но мы и так уже в курсе. Тут, кстати, гляньте, фонтан. Там, там, там какой-то, там другая какая-то голова. То есть, если у этого котелок, то там какой-то, типа, чайник. Вот, вот этот вот, кстати, непреодолимый барьер. Как, интересно, с ним расправиться. Ой, блин! Я не знал, что это можно, что оно взорвется. Ну, теперь буду в курсе. Кто такой? Это лучник! Так, уклоняемся от него. Я тоже могу стрелять. Так, а семечко у меня больше нет? Семечко. Вот, правильно, правильное слово. Это нервы, все. Может быть, можно таскать эти кувшины? Иди сюда. Ну, этого ладно. Читать, что пишут. Сад покоя. Угу. Нет, их передвигать, к сожалению, нельзя. Мы можем продвинуться туда вверх, дальше. Но мне любопытно посмотреть еще в другом направлении. Конечно, то, что нет карты, вот сюда, вот сюда как-то можно пройти. То, что нет карты, становится у нас прохождение сложнее. Приходится больше времени тратить на исследование местности и больше держать в голове, соответственно, маршрутов. Что в последнее время современным играм вообще не свойственно. То есть, как правило, облегчают все по максимуму, делают игру более казуальной для того, чтобы большее количество могло играть людей. И я даже не знаю. Я к этому уже как-то привык. Хотя, ну, то есть, я играю в любые игры. Меня сильно не напрягают такие моменты. Наоборот, мне нравится, где тебе дают больше возможности поучаствовать в самом игровом процессе. Ну, как-то так. Я смотрю, тут у нас какая-то загадка со стрельбой из лука. А, ребятки, смотрите, какая штука. У меня недостаточное количество выстрелов. Понял. Будут появляться враги. И мы таким образом сможем восстанавливать себе стрелы. Вот. Как они тут придумали. А то я думал, нам зажгем какие-то, получается, огни. И потом придется бежать просто дальше, находить противников, их уничтожать, потом сюда возвращаться и зажигать опять. Как-то так. Но тут предусмотрели этот момент. Вот, сразу появляются противники. Ты их одолеваешь и восполняешь себе стрелы. Казуальщина! Только что о том, о котором я рассказывал. В игре какого-нибудь 99-го года, которая выходила, ну, подобное, на PlayStation 1, там бы нас заставили пробежать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ребятки, тактическое отступление. Один удар остался. Что он будет меня преследовать? Я хочу вернуться просто к цветку. И восстановить здоровье. Телок стоит. Неудел. Да, вот так будет получше. Что у нас там? 355. Не увидел. Не увидел сразу этого лучника. Ух. Он сливается с листвой. Сад радости. Ну, как скажете. Сад радости. Ух ты! А как он меня зацепил? Я же его сразу атаковал. Я думал, когда я его атакую, он не может наносить мне урон. То есть, не может выстрелить. Но он паразит умудрился как-то это сделать. Башенки одинаковые. Я абсолютно заблудился, я вам признаюсь. Котелок здесь уже? Впечатляющее зрелище. Поскорее зажгите второй фонарь. А, все, я понял. Там два маршрута было. Налево. Ну, на север, грубо говоря. И на юг. Я сначала побежал на юг. Потом решил проверить, что на севере. И на севере я, получается, зажег этот один огонь, который позволяет открыть мне проход дальше. Теперь нам придется вернуться на юг. Я просто думал здесь найти какой-нибудь бонус приятный. А здесь получилось... Ну, бонус-то мы нашли, конечно же. Но здесь получилось так, что я и выполнил сюжетное задание. Вот какая штука. Как попасть? Вот в этот сад. Видите? Весьма-весьма любопытно, как это... Как это можно сделать? Много секретов пока, что я не разобрался. Может быть... Ну, сейчас проверим. Может быть, там есть потайной ход. Вот тут, мне так кажется. Вот он. Ха! Вот тебе и здрасте. Так, забираем эту штуку. Нигде огонь тут зажечь? Никак. Не попал, блин, куда хотел. Ну, оказывается, видите, как хитро сделано. Будем знать, что в этих, получается, зарослях можно бегать. А вот такие вот, как... Обработанные садовником, скажем, через такие кусты пройти нельзя. Может быть, еще где-то я пропустил подобные секретики. Как попасть вот к этим башням тоже, ведь не ясно. Так, осмотрелись. Долго затягивать не буду. Как пройдем, так пройдем. На 100% не обещаю прохождение. Ну, по максимуму, конечно, полюбопытствуем, что тут и где. Я хочу прокачать посильнее, конечно, героя, чтобы было... И увидеть, как бы, своего способности. И чтобы было проходить легче. Вот тут еще. Вот тут. А! Ребят, ну тут... Увидел! Увидел! Видите? Не зря мы потратили время. Есть там тоже проход. Сейчас заберем 100 единиц энергии души. И можно прокачаться быстрее передвижением. Потому как я исследую очень много, да, локаций. И трачу на это достаточно много времени. То лучше, конечно, себе прокачать ускорение. О, обалдеть! Вот тут я не ожидал, что что-то еще будет. Гляньте, разбитая статуя получается. И можно спрыгнуть вниз. Боюсь, что если я туда спрыгну... А, нет, оттуда можно выбраться. Но у меня нет способности, ребятки, которая активировала бы... Ммм... Ммм... Эт... 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 Эту платформу. Фух. Я думаю, а как попасть? Тут же, типа, надо перелететь или перепрыгнуть. Вот, вот. Подняли. 100 единиц энергии души. Все, выбираемся. Можно, кстати, вернуться назад и уже сейчас прокачать скорость. Потому что у нас есть 14... Ой, 14 400 единиц. А, 400 очков. Тут цветочек, видите, все. Завял один раз, его использовали. Когда, интересно, возвращаемся на... А, не будет восстанавливаться. Я уже опережаю свой вопрос, даю себе ответ. Когда мы возвращаемся в главный офис, я думал, может быть... Знаете, как будет? Ты вернулся и... Восстановилось здоровье. Подождите, восстановилось здоровье. Восстанавлив... Я думал, оно не восстанавливается. В прошлый раз, по-моему, когда мы прибежали сюда, ничего подобного не произошло. Нечего прохлаждаться, иди работай. Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я на это не обратил внимания сразу. Так, давайте прокачаемся. Добро пожаловать в хранилище душ. Не жале... Эээ... Да что ж не жалеешь? Не желаешь улучшить свои боевые способности. Желаю. И я хочу улучшить скорость. Эээ... Увеличивая этот показатель, вы повысите скорость передвижения, улучшите навыки уклонения и снизите время перезарядки уклонений. Да. Ой, а дальше цена 600. Вот тебе и здрасте. Я думал, по 400 так и будет. О, ну он погнал. Да-да-да-да-да. Такой именно спидранчик. О, нет. Порученная тебе душа пропала. Это единственное, чего нельзя было допустить. Что ж, уходи, не возвращайся, пока не найдешь ее. Ой, ой, лифт. Куда ты меня отвезешь? Что же за секреты они тут хранят? Роща духов. Затерянное кладбище. Мы тут можем, видите, возвращаться в предыдущий уровень и все двери на месте. Ну и сейчас мы находимся в ладении керамической ведьмы. Восстановятся враги. Но они когда восстанавливаются, как бы по второму кругу... Ой, и цветочек восстановился. Обалдеть, я не знал такого. Ладение керамической ведьмы к северу от врат. Восстанавливаются противники, но и также восстанавливается, видите, цветок для восстановления жизни. Это круто. Ой, ребятки, ну идите назад. Вы же это... Вы же можете попасть под руку. Под горячую руку. Хм, блин. Прибил меня, успел. Гад. Сад покоя. Только покоя мне не видать тут. Покой нам только снится. Двоих сразу там загнал в угол, получите. Теперь мы можем тут срезать маршрут. Все побеждены. А нет, вот еще один лучник. Он реально сливается с листвой. Так, видимо, и задумывалось. Когда все были побеждены враги, открылись в ворота. Тут мы можем опять срезать, вернувшись назад. Но нам пока что не зачем это делать. Зачем он за мной бегает? Может, он может восстановить как-то мое здоровье? Ай! Все так круто и прилетело. Блин, прямо в губен. Все было так круто. Я имею ввиду, там, кувырок, уклонение, выстрел в эти взрывающиеся кувшины. И тебе потом раз под это подубавили звук. Ой, второй огонь зажжен. И мы можем пройти дальше. Великолепно, наш путь свободен, мой неутомимый компаньон. Но сначала давайте вознаградим наш труд небольшой передышкой. Ну же, присоединяй... Эээ... Присядьте со мной. Медитация. Во время нашего знакомства я уже упомянул о том, что когда-то был обычным юношей. Это странное проклятие на меня наложила злобная пожилая дама, что живет в особняке позади этого прекрасного сада. Сдается мне, что вы пришли как раз по ее душу, не так ли? Наверняка ее душа уже полностью созрела и полна энергии в силу ее необычно долгих лет жизни. Все, с чего я желаю, встретиться со старой ведьмой и заставить ее отменить свое керамическое деяние, чтобы я мог вернуть свой прежний прекрасный облик. Я был тем еще красавцем, знаете ли. Ну, парень, конечно, за словом в карман не полезет. Не желаете супа? Все же у меня все жалеют друг друга тут уже который раз. Нет. Ну что ж, тогда продолжим путь. Понятно, что тут произошло. Эта ведьма наложила керамическое проклятие... Наложила керамическое проклятие на этих ребят. И в этом саду, видите, то есть все тут с такими головами. С кувшинами, с котелками и так далее. Совет ворон. Некоторые снаряды можно отбить взмахом меча. Прекрасно. А-а-а! Уходим назад. Тактическое отступление. Где-то тут можно под... Под это... Под восстановить здоровьица. Все, завел цветочек. Выглядит это прям так грустно. Ну что делать с жизненным восстановить? Самое главное, что вернувшись в офис и потом вернувшись сюда назад, все это дело восстановится. Вот это меня радует. Ой, блин, а кувшины я эти разбиваю. Может быть, я таким образом кого-то убиваю? Нет, наверное, это просто кувшины. Не будем заморачиваться на эту тему. Блин, столько раз выстрелил, а единственная моя задача была, это просто через огонь в кого-нибудь попасть. Ну, я так хотел. Не получилось ни разу. Там автонаведение какое-то, которое сыграло сейчас совсем не на руку. А что его не зацепило? Я же взорвал кувшин прямо перед ним. Ладно. Тут у нас настоящий лабиринт пошел. Ой, что нельзя пройти. Бегут, бегут, гляньте, откуда эти лучники вообще взялись. Найди сюда и ты. Где-то они жутковатые. Ребятки. Приветствую, друг. Из меня вышла бы отличная статуя, разве нет? Ха! Мы на месте. Это чудо архитектуры выглядит безобидно, даже умиротворяюще. Однако, держите ухо во строй. Неизвестные опасности поджидают вас на пути. Что ж, на этом наше путешествие подошло к концу. Пора ворваться в пасть противника. Вместе. Эй-эй! Ты погодь, дружище. Ты там иди ворвись пока. Без меня. Мы тут еще осмотримся. Ворваться в пасть. Пойди ворвись в пасть. Мы тут пока прогуляемся еще. Смотри, какой шустрый. Но, кстати, очень просто. Раз, и двери открылись. Вот это меня слегка даже удивило. Что за запись? Сад любви. Ладно. Любви так любви. Опять какими-то барьерами перекрыт проход к энергии души. Семейное захоронение. Открыли ворота. Понятно. Сможем срезать путь. Либо тут какой-то секретик я пропускаю, либо тут ничего нет. Вот два... А, вот-вот-вот-вот. Есть два варианта. Либо первый, либо второй. Так, ну и куда я прибежал? Прибежал. Во, оно как! Да, отлично. Нашли еще один кристалл. Только этот восстанавливает магию, да, насколько я помню. Древний алтарь дарует вам осколок кристалла магии. Соберите четыре осколка, и ваш запас магии повысится. У нас есть один осколок силы, или здоровья, и один осколок магии. Просенька, конечно, припрятана, но надо вот всегда держать ухо во строк. И джойстик на готове. Для того, чтобы не пропускать подобные секреты. Вот еще внизу тут, как туда попасть. Может быть, тут надо уничтожить все кувшины? Да, их надо успеть уничтожить, но... Раз, два, три, четыре, пять. Когда я уничтожаю, да, они восстанавливаются. Хм. Тут либо в определенном порядке их надо уничтожить, либо все вместе. Успеть. Но у меня то ли недостаточно скорости, то ли нет ударов, которые помогли бы мне это сделать. Может быть, какая-то магия, может быть, выстрел этот сможет пробить несколько кувшинов сразу. Да, как только пять я разрушаю, они восстанавливаются. Что написано? Сад любви. Я не вижу никаких подсказок, которые бы тут как-то меня сориентировали. Может быть, я получу просто немножко позже возможность что-то взрывать или быстрее как-то перемещаться. И тогда с этими кувшинами можно будет решить загадку. Лесенку мне верните. Да, вот этот поворот камеры красиво они придумали. Реально, такого я не встречал в играх. Только есть игры, где ты сам автоматически поворачиваешь камеру. А тут видите, как ракурс меняется, когда ты, по сути, находишь какой-нибудь секрет. Так, можно посадить цветок вот здесь. Ну, в смысле, семя. И отправляемся на юг исследовать. Тут нам понадобится ключ. Ой-ой-ой. Ну, никто не предупреждал, что будет файт с рыцарем-то. Попал. Попал в меня. Ай-ай-ай. Ну, что ж, недостаточно было кувырка, чтобы от него уклониться. Пожадничал, ребятки. Что делать? Пожадничал. Надеюсь, тут неограниченное количество у нас континьюсов. Так, давайте. Куда бежим? Все, наверное, предметы собраны, я так предполагаю. Надо проверить. Ну да, тут я не вижу. Чтобы что-то осталось. Где он у нас был? Ой, меня вернули очень далеко. Вот тебе здрасте. Это как бы первый сад. До ворот. Почему так далеко? Ну, все открыто. Я думаю, что и все собрано. Так, цветочки на месте. Вот это было неприятно. Ну, вот здесь, если все собрано, то нет смысла тут как-то шариться дольше. Много врагов, придется с ними опять сражаться. Ну, с другой стороны, мы прокачиваем таким образом нашего героя. Хочется разломать эти сундуки, ящики. Вот, но у них ничего нет. Блин, я опять пришел к противнику уже с неполным здоровьем. Стоит, наверное, вернуться назад и использовать цветок. Четыре. Четыре удара. Конечно, нужно прокачать, будет жизнь. Четыре удара очень мало. Хочется больше. С десяток, например. Но эти кристаллы находятся... Ну, они редко встречаются и тяжело находятся. Давай, иди сюда. Я готов. Та, блин! Готов, да не совсем. Посмотри на него. Вроде бы такой здоровый, неповоротливый рыцарь, а так быстро бегает. По два удара он наносит. Надо быть к этому готовым. Давай, давай. Да, гляньте, он на упреждение ударил. По три удара. Надо подальше от него максимально. Максимально далеко держаться от него. Да ну как ты мог меня зацепить? Я же кувыркался. Гадость! Гадость! Он уже почти... Это... Был... Уничтожен. И все-таки, блин, я держал верх. Бежим сразу туда. Вот тебе и Demon's Souls. Не думал, что возникнет проблема с этим соперником. Но вот вышло по-другому. Вообще, он несложный, но не хватает то ли скорости чуть-чуть. То ли силы удара, то ли жизнь одна плюс ячейка было бы попроще. Я, кстати, прокачал вроде бы силу, а противники как погибают с трех ударов, так и... Ну, как погибали с трех ударов, так и погибают. Вот это... Ну, такая вот история у нас. Блин, ну... Куда ж ты кувыркаешься? Там тупик. Шустрый жук. Может, немного поменять тактику более агрессивно. Больше ему наносить, стараться урона. Он вообще просто дикий. Есть, короче, такая вот пауза секундная. Когда ты делаешь кувырок... Когда ты делаешь кувырок... Очень, очень много раз я погиб, я просто в шоке. Там я, кстати, читал, по-моему, в Стиме написано, что... Ну, я, в общем, читал об этой игре немного, да, информации для того, чтобы рассказать все-таки, что к чему. Ну, и там было написано, что, типа, если ты погибаешь, то там как-то это отражается на прохождении. И, естественно, естественно, я же не хотел погибать тут. Так часто, тем более. Надеюсь, что катастрофичного ничего не произойдет, но... Такая строчка где-то была. Ну, типа, если вы там погибаете, то... Какие-то... Какие-то должны быть изменения. Ну, посмотрим. К чему все это приведет. Надеюсь, не напишут геймовер. Перманентная смерть. Жадничаю, жадничаю. Хочется три выстрела сразу. И это к добру не приводит. Как и три удара. Да давай, давай, кувыркайся. Ну, как ты меня достал? А-а-а-а! Просто... Ну, глядите, я думал, ну, сейчас еще один удар, и он треснет уже. Ты столько в нем разломов, ребятки. Я, конечно, извиняюсь за то, что руки у меня клешни. Но это... Все связано с тем, что первое прохождение, естественно. Не привык я до конца еще к механикам, но... Зато разные мы посмотрим игровые моменты. Кстати, можно не взрывать эти кувшины. Зачем я это делаю постоянно? Сам не понимаю. Ладно, по два удара тактичнее играем. Он вообще несложный противник. Это просто все мое желание поскорее пробежать. Повезло. Мне повезло. Блин, а вот тут не повезло. Ну, как так? И вот не могу найти баланс. Больше... Ну, 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 вы же видели? Да я уклонился нахрен. Ну, что это? Ну, это уже беспредел пошел. Там, получается, от его булавы, когда он бьет, это я только сейчас заметил, есть такой, как радиус, типа взрывной волны. И, получается, вот он меня ей зацепил. То есть я как бы от булавы уклонился, но вот этот вот кружочек такой, волна взрывная, она меня и зацепила. Блин, и вот тебе... Здрасте. В прошлый раз гораздо умелее как-то я с ним вел бой, уклонялся. Вот на ровном месте стал для меня непреодолимой преградой. А меня зазывает этот котелок, типа пошли дальше уже сражаться с боссом. Я тут не могу рядового противника какого-то убить. Какие боссы? Какие боссы? Давай, иди сюда. Ну вот, блин, опять же. Тут очень, радиус очень большой его удара. Ну блин! Ну-ка, зачем они так сделали? Нечестно, я считаю. Но мы будем его долбить столько, сколько надо, пока он не сдохнет. Блин, ну ты чё творишь? Вот гад! Паразит! Не, всё-таки его нужно рашить. Вот эти вот уклонения, вот эта вот всё долгая там тактика, не работает. Нифига. Надо прям врываться сейчас максимально на него будем нападать. Бить его всеми этими приёмами, какие только возможно. Попробую атаковать его мощным ударом. Ну и уклоняться, конечно, максимально. Тут всё-таки при уклонении есть не то чтобы какая-то пауза. Вот. Но он, когда ты делаешь кувырок, труба там, он катится, ты не можешь его никуда больше направить. Он ровно в ту сторону, в которую он делал кувырок, он по линии. То есть нельзя поменять уклонение. И ты видишь, что тебя сейчас вроде бы должны ударить вот этим, как, ну, булавой этой. И тут же ты не можешь уклониться. Ты понимаешь, что всё, ты попадаешь под удар. Блин. Ну, надо было уже кувыркаться нафиг. А, третий раз! Я не ожидал, что он третий раз ударит. Да, неожиданный челлендж для меня стал этот противник. Неожиданным челленджем он стал для меня. Ну, мне хочется узнать, что там внизу. Там по-любому какие-то бонусы. Так, а что у меня вообще? 235. Может, зонтом его фигачить? А, ну, давайте чисто для прикола проверим. Может быть, всё-таки зонт это секретное оружие? Не, ребятки, зонт это какая-то туфта. Мне пришлось его там пять раз им махнуть. Таким оружием мы точно не победим. Ну, как бы он просто по умолчанию. Меч вроде бы стал сильнее этот. Так, что ты хочешь? Этот с трёх ударов уничтожает на зонт. Пять нужно было нанести противнику. Естественно. Как он зацепил? Ну, вы ж видели. Вообще просто булава рядом даже со мной не упала. И так я и не понял. Три раза он бьёт? Или два? Ну, сейчас вот три. Я понял одно. Надо прямо на него набегать. И делать кувырок. Давай, давай, отходи в сторонку. У-у-у, наконец-то. Да, когда, в общем, ты на него набегаешь, получается, и атакуешь, то он не попадает. Ну, то есть он попадает, но такая тактика работает лучше, чем просто бегать вокруг него. Блин, у меня нет стрел, чтобы выбраться назад. Я хотел пройти вот здесь назад и захилиться. Что пишут, кстати? Сад жизни. Да и дрить колотить. Что-то сад любви, сад жизни. А у меня ни жизни, ни любви. Все меня тут изничтожают. Давай, сразу хилимся. Повезло. Вот тут есть огонь. Ну, то есть есть тут возможность зажечь этот костер. Все, пошел, пошел файт. Я понял. Они дали мне одну стрелу, типа... Круто, они там столкнулись с друг другом. Это мне понравилось. Давай, катись еще. Круто, я понял. Отлично, победа. Открывайте. Открывайте решетку. Сюда пока что путь закрыт нам, как и сюда. Странно. А где же мне взять огонь? А, вот рычаг я не увидел. Как же... А как же зажечь огонь тут? Все равно непонятно. Немножко не хватает динамики. Все-таки персонаж в какой-то момент... Ну, то есть тут приходится более тактично сражаться. Не можешь прям раскидывать, знаете, налево и направо так, как ты хочешь. Может быть, когда мы прокачаемся. Но сейчас какие-то есть все-таки паузы. Вот, во время боя. То есть, когда ты делаешь кувырок, допустим, ты должен там полсекунды что-то подождать. Как и когда ты делаешь атаку. Например, ты начал ее. Уже все, не работает кувырок. То есть, смотрите. Например, сейчас я вам объясню точно. Ой, блин, кто в меня попал? Ай-яй-яй-яй-яй. Куда же ты свалился? Допустим, знаете, как происходит? Фух, блин, думал на стрелу напрыгнул. Не увидел. Короче, смотрите, что происходит. Я атакую, нажимаю кнопку атаковать. И вот он делает замах. И я нажимаю, например, кувырок. Все. Пока он замах не сделает. То есть, пока он не закончит эту атаку. Кувырок не работает. И то есть, получается, фактически, я нажимаю кнопки наперед, чтобы вот он атакует. Я такой думаю, блин, атаковать уже поздно. Надо уклоняться. И нажимаю кнопку аку, кувырок. И он все равно заканчивает атаку. И потом уклоняется. То есть, ты не можешь во время атаки, например, уклониться. И теряется динамика боя. То есть, тебе приходится, тебе приходится, ну, выжидать, то есть, момент или более стратегически действовать. Это мне не очень понравилось. Я вам так скажу. Так, давайте откроем вот этот ход. И все же добежим до конца в этом направлении. 424 тем временем у нас энергии души. Единицы. 400. Сколько там? 424. Что означает только одно. Мы можем прокачать своего героя. Нужно было это, наверное, сделать сразу. Ну, или уже давайте тут до конца осмотримся. И потом... Блин, а как же все-таки с этими поступить кострами? Как их зажечь? Как сделать так, чтобы тут появился огонь и мы смогли... Какой-то секрет. Вот туда еще можно попасть каким-то образом. Огонь как бы... Вот он, наверху. Если бы я мог, типа, спрыгнуть сверху... Вот не совсем, я понимаю. Ладно. Давайте пока расправимся с этими ребятами. Тут весьма-весьма такой серьезный бой. По той причине, что можно упасть. И они вот со всех сторон начинают наседать. И вы видели, кувырок ты сделал. Кувырок, кстати, о чем я говорю. Если бы можно было во время кувырка поменять направление, то вообще бы не было никаких проблем. То сразу бы облегчили нам это сражение. Но так как ты нажимаешь кувыркунуться, и он катится вперед ровно по прямой линии. То есть нельзя изменить направление. Вот если я вспоминаю, по-моему, бог войны... А, нет, боги войны тоже. Так, это вот я третий, хотел вспомнить бог. Нет, нет, нет. Там немножко другая история. Но в какой-то игре... Принц Персии. Все, я вспомнил. Принц Персии в первых там трех частях, или даже четырех, работает следующим образом. Ты нажимаешь кувырок, и он катится, ну, он делает кувырок, а потом ты можешь изменить во время этого кувырка в любом направлении, то есть катиться. Это прикольно. Позволяет вокруг врага тебе, по сути, танцевать. Ну, делать вот это уклонение. Блин, меня просто вырубают эти лучники. Позорные. Самые простецкие враги. Не хочет подыхать. Ух, на этот раз прошел. Ничего сложного, но, блин, не хватает мне просто практики. Это что такое? Поднять. Вы нашли кинжалы бунтаря. Этими кинжалами можно наносить смертельные удары противнику. Смерть от тысячи ран. Вы можете выбрать их в меню оружия. Ну, естественно, мы посмотрим это новое оружие. Так, что оно? Урон 0,8. Но взмахов 6. Дальность 1,8. Время замаха 0,35. Они похуже. Такое впечатление, что я качал. А что я прокачал? Ладно, давайте проверим, как они работают. Он больше наносит ударов. Это прикольно. Ну, посмотрим. На что они сгодятся. Открыли ворота. И опять же вернулись к этой двери. Потрепанный, но довольный собою. Вот что делаем, ребятки. Ой, блин. Да что ж мы делаем? Мы тактически отступаем. Вот этим ударом, который, типа, кувырок и атака, им невозможно попасть в врага. Потому что кувырок чисто по линии идет. Ну, помните, о чем я говорил? Нельзя перенаправить. То есть, если враг, пока ты кувыркаешься, отходит в сторонку, хотя бы там на полсантиметра, все, ты атаку наносишь мимо. Вот это вот не очень здорово. Ну, ко всему можно привыкнуть. Я думаю, это в какой-то момент произойдет. Просто нужно больше практики. Давайте возвращаемся назад в офис, в офис главный. И прокачаем. Посмотрим, что можно улучшить. Пока что не знаю, что мы выберем, какое улучшение. Но какое-то, по-любому, надо сделать. Может быть... А, 600 нам нужно для того, чтобы дальше прокачаться. Так, зал врат. А что, кстати, этот расскажет? О-хо-хо-хо. Ты ж моя беспечная пташка. Похоже, из-за твоего последнего поручения вышла такая неразбериха. Ну, не волнуйся, я заполню все документы за тебя. Хи-хи. Так, здесь будут нужны дополнительные формы отчетов. Сегодня явно мой день. А это мог бы попечатать, если он доволен. Ну, давайте, качнемся. Добро пожаловать в хранилище. Не желаешь улучшить? Желаю. Но 600 у меня нет, поэтому типа ловкость или магия. Так, способный жнеца управлять силами магии. Увеличив этот показатель, вы повысите магический урон и улучшите способности дальнего боя. А ловкость способный жнеца атаковать быстро и попадать в цель. Увеличив этот показатель, вы снизите скорость перезарядки атак ближнего боя и дальнего боя. Также увеличите скорость очередности атак ближнего боя. Ребят, ну вот это вот нам надо. Я хочу, конечно, и магию, но вот сейчас мне должно сражаться полегче. То есть, вот я делаю 6 ударов и потом я могу быстрее опять делать 6 ударов. Вот эти вот паузы, о которых я говорил, вот они в такие моменты сокращаются. Вот благодаря вот этой прокачке. И в итоге мы получим тот геймплей, который, в общем-то, о котором я сейчас мечтаю. Стало немножко быстрее наша ворона бегать. Ворон, кстати, ворона разной птицы. И тут, ах, хотя тут они и говорят, и ворон, и ворона странно. То есть. Ой, не туда я побежал. Он нам же прямо, просто прямо бежать наверх и там. Зацепили, зацепили. Блин, не успел отбить. Да что такое? Не смог сделать этот удар, ладно. Все, смотрим, что нас ждет дальше. Где эта ведьма керамическая? Сейчас мы будем ее пытать. Ну или она у нас? Ой, как красиво. Я пропускаю вас вперед. А сам посторожу вход. Хитер, хитер. Ой, я под столом могу бегать. Вот преимущество низкорослого. Птенца, что это было? А, таким образом мы открыли дверь. Тут были души в этих кувшинах. Керамическое поместье. Особня керамической ведьмы. Та же история, помните? Что и в парке, и там любви. Три, когда ты уничтожаешь кувшина, то они восстановят. Тут три, а там было пять. А, нет, тут даже когда один. Ну ладно. Как тут красиво. Выглядит как будто это не на экране. Ну, то есть не компьютерная графика, а как будто это настоящий, просто маленький такой макет дома. Это очень-очень круто. Это что такое говорить? Живой жнец? Это древний дух врат. Я жажду душ. Чтобы открыть эту дверь, естественно, нужно будет тащить сюда души. Так, это вернуться назад. С кувшинами пока мне не ясно, что тут и как делать. Почему они восстанавливаются? А, у меня нет семечек. Семян. У меня нет семян. А вот теперь есть. Ну что ж, тогда посеим. Что посеял, то и пожнешь. Вот мы посеяли семена жизни. Так, куда тут? Направо давайте. Какая все-таки красота, обалдеть. Ой. Ух ты. Оказался в этом кувшине противник. Я просто боялся, что и отсюда на меня кто-нибудь напрыгнет. А можно? Красиво сделаны тени и отражения в полу. Да и вообще, замок. Замок меня этот впечатлил. Ой-ой-ой. Ну посмотри на него. Я думал, этой штукой, может, можно зажечь. Нет. Интересные враги пошли. Динамика стала повеселее тут. Мне нравится, конечно, как собираются назад эти кувшины. Интересная задумка. Так, лестница куда-то высоко наверх. И вот здесь можно подняться. А, понял. Нам надо зажечь пара этих кувшинов. Ой, пара кувшинов, пару костров. Есть один. Второй. Круто. И стало светлее, кстати, в комнате. Так, поднимаем ключ. А, были у нас там... Если вернуться назад, были у нас двери, которым нужны ключи. Сидят кувшины за столами. Это, наверное, люди превращенные. Ой, а как тут наверху, видите? Кувшин повыше, как до него добраться. Ребята, а это мы... А, я думал, вернулись в главный зал, но это не так. Тут надо аж четыре кувшина разбить. Так, тут нет никаких секретов. Как шепот еще стоит в этом зале. Тоже необычно. И очень атмосферно. Ага, вот как они открываются. Ну, теперь понятно. Это как паутиной какой-то с заросшей двери. И огнем ее можно убрать. Там какой-то граф, чайник. Ну что ж, сначала огню положено. Так, а если вниз спуститься, что мы тут можем найти? А ничегошеньки. Слушайте, ну мы двигаемся все дальше и дальше, но у нас есть еще один ключ, и можно вернуться, в общем-то, назад и там попробовать что-то открыть. Не знаю, стоит ли это делать, или все-таки двигаемся вперед. Наверное, вперед. Вернуться всегда успеем. Тем более, тут, я как понял, уже есть реиграбельность достаточно серьезная этих уровней. Нет! Хотел еще... А, вот, у меня есть еще один выстрел. Хотел сказать, как раз под расчет, типа, выстрелов осталось, чтобы паутину эту убрать и выстрелил, блин, в стенку. Но, каким-то образом, то ли мне восстановили, то ли у меня все-таки два выстрела было. Ой-ой, ой-ой, началось. А-а-а! Ты что такое, гад? Ну, это нужно. О-о-о! Да давай Разбивай его Защиту Но этот оказался простеньким врагом Очень интересно он себя конечно вел То есть интересная у него была очередность атак и блокировок Прикольный враг Но оказался простым Если делать все правильно Это что такое? Освободить душу Похожим мы застряли здесь навечно Вряд ли кто-то откроет дверь О чем вообще речь? А это душа к этой большой двери Интересно сколько их нужно? Два, три, ну где-то четыре похоже Ой, ну и остался скелетик Круто Ребят, я под огромным впечатлением от игры Я понимаю почему у нее высокие отзывы Ну высокие оценки И положительные отзывы Потому что она играется Она играется отлично Ой боже мой Керамическая ведьма Здравствуй дорогуша Не ожидала я увидеть здесь ворону Выходит сделка отменяется Что ж, такой милый птенчик Забыл в моей скромной обители Вообще, что это было? Я ее ударил, она исчезла А поговорить с ней не было возможности Я хотел нажать Типа Y Кнопка никакого эффекта не возымела Ой, это вы вернулись в главный зал И тут уже наш котелок поджидает Хм Эта дверь выглядит так Словно ее перенесли из другого мира Ого, сдается мне у вас с ней есть сходство, Клювик Только она немного покрепче Смешно, смешно Покрепче, чем Клювик Ребятки, вот этот уровень просто тут Показывает игра Ну, максимум крутости Вот, вот Вот она какая На самом деле Поначалу было все совсем просто Но как только мы попали в эту крепость В этот особняк, да, керамический Тут, конечно, я прям просто в шоке Давайте начнем с этой двери Ой, опять какие-то загадки Ой, наверху там Что-то полезненькое лежит Это немного А, это, подождите Это семечко Что тут нужно сделать? Ой-ой-ой Он ожил Я понял Тут просто нужно победить врагов Не хочу выходить Зачем же, что туда кувыркаешься? Ой, блин Пропустил Пропустил атаку Один Еще один остался Иди сюда Все, открывается Проход Ой, блин Я думал, они оживут Где это семечко Где это семечко Можно Посадить Какая же все-таки красота Каждый зал невероятен Музыка потрясающая Правда, за музыку Еще мне любопытно Что там будет У нас с музыкой Ключ мы заполучили Хорошо А можно, интересно, с собой Несколько ключей сразу носить? А, нет Тут не получится Мы же подбираем ключ И потом нам этим ключом Нужно открыть дверь Чтобы пройти дальше А, это я подозреваю Выход назад В главную комнату Я не разбил кувшин Я его толкнул Я не знал, что их можно перемещать И он восстановится здесь, интересно? Да Вау Вау Ну, прикольно Самое интересное Что кувшин перекатывается Даже это У него есть ручки И он Учитывается физика этих ручек Видите? Он неровно как катается Прикольно Ну, единственное, что Крышка у него не отпадает Ну, это такое уже Клин, круто Так Что тут? Где тут враги есть? Ой, все-таки впервые Разломали ящики Да, ящики И в них оказалось Что-то полезное Вау Это взрывающийся Вы видели? Это взрывающийся Котелок На меня бежал Так Три двери Ребятки Три двери Ну, давайте начнем Вот с этой Гигантская ванна Ну, она По отношению К нашему герою Относительно Нашего героя Она большая А вот Ой, блин А, ребятки А, их не видно И гляньте Открылась дверь Они в полу Отражения То есть Кувшинов И дверей Мы куда-то Мы какой-то секрет Походу Открыли Круть Да Алтарь Вау Удивляет Игра может удивлять Серьезно Начало было Достаточно томным Я такой Вроде бы неплохо Но А вот сейчас Вот сейчас Она прям раскрылась Полностью Древний алтарь Дарует вам осколок Кристалла магии Теперь у вас Два осколка Найдите еще два И ваш запас магии Увеличится Понятно Ну Тяжело находятся Эти алтари Тем не менее Находятся постепенно Классный был секрет Интересно Они вот это придумали С отражением В полу Давайте сюда Теперь Ооо Это спальня Ну тут Чтобы пройти дальше Надо разбить Четыре Кувшина С душами Так Ага Четвертый С кровати Интересно Под кровать Можно За Бежать Запрятаться Нет Походу Ой Прикольно Раз фокус Видите Внизу Они там ходят И четкости Нет Это Красивый эффект Камеры Сделали Нам вниз Похоже Все Побеждены Враги Хочется мне Эти кувшины Еще поразбивать Но у меня нет Стрел Надо использовать Потому что Зачем же Я их тут Размещаю Если не использую Ага И я сделал это Правильно Теперь их двое А нет Я понял Их не двое Их просто Они в количестве Ну то есть Другими врагами Будет посложнее Ой блин Зацепили Как то я потерял Там немножко Нашего героя Из виду Блин Мелкий Мелкий Зацепил Они будут Постоянно Восстанавливаться Как я понял Есть Ух Сложный был бой Когда Он Блин Ох Боже мой Вот что превратилось Вот во что превратилось Мое жилище Мои Прелестные вазы Разбиты Это в мире Это в мире игры Это в мире игры Так Понял 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 Я сначала не понял Что за танцы Ты хотел Устраивать Со мной Но теперь Стало все ясно И понятно Блин Блин Ну жизни У меня По нулям Конечно хочется Прокачать Хочется прокачать Мне и выстрелы Так 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 Чтобы наносить Как можно больше Урона При стрельбе Он не сложный враг Но я потерял Много здоровья До того Как до него добрался Ну много У меня 4 единицы Аааа Крутись Ну все тут Смерть В общем У меня 4 единицы здоровья Я с двумя пришел Неизвестно Как он себя будет вести И ой блин А че так далеко Меня закидывают Я не пойму Как это работает Почему меня возвращают Постоянно в этот парк Может быть в доме Мне нужно выйти Просто через дверь эту Там же была По-моему Какая-то дверь Но Для меня Вот сейчас Это как Какой-то глюк Я уже дошел Черт знает куда И тут раз Тебя вернули Прям на самом Начало Че за дурдом Ой блин Думал можно отбить стрелу Ее по идее Можно отбить Или нельзя А вот эти вот Атаки можно Стрелу хотел проверить Нет Стрелу нельзя А вот эти Магические Атаки можно Я тоже могу Стрелять через огонь Ну что-то ему Не сильно Это Не сильно Его это удивило 141 единица Энергии Мало И мало Мы нашли Секретов Не прокачал Я ни магию Ни жизнь Все как бы По минимуму Вот это вот Хочется Хочется Больше Больше здоровья Так Стоп А Ребятки Вот я теперь понял Двери у нас тут нет Вот она Как бы Чё блин Ее надо было активировать Вот я Ну тут тупанул Тут без всяких Без всяких яких Просто Я не подошел сюда Я такой думаю Мне нужен какой-то ключ Чтобы тут активировать И вылетело с головы Керамическое поместье Ребятки Мы вернулись Снова в зал Врат Соответственно В главный офис Давайте тут Может быть С кем-то поговорим Кто-то что-то нам расскажет Нет Ого Порученная душа потерялась Сочувствую В последние годы Работа почти встала Может Медицина стала лучше Или ещё чего Жутко бесит Нам нужна Новая чума Иначе мы разоримся Я вспоминаю ещё Знаете какую-то игру Гримфанданго Да Тут тяжело вообще сравнивать Эти два жанра Это квест А это приключенческая Экшн-РПГ Вот Но тем не менее Сама вот эта идея О том Что ты проводник Как бы душ С одного мира в другой Вот Ну она тут есть Как и в Гримфанданго Гримфанданго Кстати Одна из моих Самых любимых игр Я вообще любил Квесты от LucasArts И Ещё мне очень понравился Один из моих Самых Любимых Квестов Это Monkey Island Может быть Может быть Когда-то Запишу Я играл С третьей части Monkey Island Рисованная Она ещё была Потом Monkey Island 4 Ну а потом уже Какие-то переиздания Выходили Я их посмотрел Они мне Не очень понравились Прошу прощения Вот Ну и В целом В целом Блин Забываю Что нельзя Уклониться Ну то есть Он по прямой Кувыркается И вот этот момент Всегда меня подводит Забываю Что нельзя Уклониться Когда ты уже Как бы Делаешь кувырок Дальше уже Никуда тебе Не повернуть По прямой Только Лёгкий противник Максимально Надо просто Уклоняться От него Нормально И всё будет Да ты Куда ж ты Бляха-муха Он просто Предсказуемо Прыгает Вот И не должно Было быть проблем Но они Каким-то Магическим Образом Всё-таки Присутствовали Куда Эта лестница Ведёт Ой-ой Мы залезли На чердак Получается Видите Тут под потолком Эти кувшины Так Семечко Да Ох ты Открыли Карка Каркать А не крякать Я же Всё-таки Ворона Стоп 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 Там на люстре У нас Лежат души Сфера Это души Так Поднять Что-то Нашли Тут Какой-то Ошейник Вы Нашли Старое Обручальное Кольцо Ошейник Говорю Какой-то Осталось Найти Того Кто Согласится Связать Себя Узами Брака Любопытно Даже так Даже так Можно Узами Брака Себя Связать Это Что За Колбы В них Вроде Была Какая-то Живность Но Как я Только Подошел Она Исчезла Или Нет Нам Плавают Какие-то Пузыри Непонятно Что Оно Так Дальше Куда Мы Тут Можем Еще Заглянуть На люстре На люстре Смотрите Вау Ну я промахнулся Надо Видимо Правильно Спрыгнуть Парить Он не может Он падает В низко Камень Но тем не менее Попасть Наверное Можно Все-таки На эту сферу Блин А может быть Эту люстру Нужно Как и ту Предыдущую Уронить На пол И тогда Я смогу Забрать Ну То есть Два варианта Либо 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 Пытаюсь Все-таки Как-то Упасть Сверху Но Мимо Ладно Давайте Попробуем Пройти Дальше Если Там Не будет Типа Рубите Канаты То Будем Пытаться Все-таки Спрыгнуть Сверху Ой-ой-ой Откуда Ты Выскочил Неожиданно Так Я видел Что там Летают Какие-то Черти Слушайте Ну они Вообще С одного Удара Должны Побеждаться Вот Но этого Не происходит Потому что У меня Другое Оружие Давайте Все-таки Меч Эти Классные Штуки Но Они Слабы На урон Красиво Сделанная Игра Со светом Тенью Красота Ой Тут еще Набежали Поздорови Ребятки О жизни У меня Да ну Что же Я Самое Интересное Я ударил И нажимала Это даже Было Слышно На записи Что я Тыкал Эту кнопку А Чтоб он Кувыркнулся Но Как я Говорил Вам Раньше После Переката То есть Ты перекат Делаешь Точнее Ты удар Делаешь Перекат Не работает Пока Он не закончит Полностью Удар И вот Это Подвело В данном Конкретном Случае Ну Уже Не первый раз Ну Ничего Это надо Я конечно Жалуюсь Да Я понимаю Ну После Там Может быть 20 часов Игрового процесса Я Приловчусь К этим Нюансам Но Пока Что Пока Что Блин А тут Просто Просто Попался Я этого Сделать Не могу Как и к атакам Противников Чем больше Ты соответственно С ними Играешь Тем легче Тебе Тем легче Ну Тем Тебе Легче Их победить Ты Просто Привыкаешь К их поведению Какая-то Лестница Наверх Сто процентов Рубить Рубить От люстры В веревку Ой Тут еще Одна лестница Была спрятана Неожиданно Что-то Один Подустал Давайте Посмотрим Что тут Куда Еще Выше Куда Мы Еще Забираемся А Ну Это Мы Нашли Еще Одну Душу Понятно Сейчас Два Ключа Дай А Нет Подождите Это Не Ключ Это Просто Еще Одна Душа Третья По счету Из Четырех Почему Врата Закрылись Как же Нам Вернуться Да Три Души Из Четырех Найдены Комната Такая Может быть Даже Будет Сейчас Какой-то Босс Файт А у Меня Неполное Здоровье Нет Спокойно Смог Уйти Только Если Это Женевы Устроили Здесь Погнал Я Бо Устроила Теплый Прием Тому Животному Что Посмело Обидеть Моих Деток Я Слежу За Тобой Жнец Пошла Вон Ворона Падает Камнем Просто Вниз Это Слегка Удивительно О 386 Ребятки Все-таки Нет Здесь Никаких Веревок Наверху Которые Можно Было Перерезать Чтобы Упала Люстра Скорее Всего Только Падать На Нее Сверху Ну Я Просто Не Вижу Мы Уже И Туда Поднялись Ой Тут Можно Быстрый Спуск Вниз Но Нам Бегать По Чердаку Еще Предстоит Может быть Отсюда Как-то Нет Пролетаем Мимо Где-то Должен Правильный Плохо Не видно Ни тени Знаете Вот То есть Направление И Непонятно Надо Прям просто Шаг Делать Вниз Вот Я мимо Пролетел Или Что Произошло Ну Надо Забрать 100 Хотя Подождите А как Я Заберу Если Там По-моему Y Нужно Нажимать Когда Я Очень Любопытно Ну Попал Я Или Мимо Пролетел Так Это Работает Или Нет Я Я Просто Не Знаю И Это Чисто Эксперимент Дать Еще Несколько Раз Раз К Три Может Быть 5 Максимум Хочется Очень Забрать Эту Штуку Да Не Просто Мне Кажется Сквозь Нее Пролетает Все Жан Наж Находится Ниже Я Надеюсь Чем Чем Я Нахожусь Ну Ну Празочек Еще Ну Если Вы Знаете Напишите Мне Обязательно Как Это Делается Может Быть Я Решусь На Сто Процентов Пройти И тогда Эта информация Будет Максимально Полезной Ладненько У нас Один Ключ У нас Осталась Одна Душа Ну Найти Одну Душ Так что Ну Я был Уверен Что Здесь Нам Просто Подняться Наверх И Мы 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 Сможем Перевезать Эту Веревку Типа В люстра Упасть Должна Вот Но тут Не нашел Я такого Напугали Меня Ну Вот Она Тверь Что По 386 По Количеству Энергии 386 Давайте Открываем Эту дверь И смотрим Что там Дальше Конечно Если бы Подобрал Ту Сферу То Уже Было Было Вернуться И Прокачаться Так Напугала Меня Эта Гадость И Вот Еще Одна Сфера Тут Лежит А Там Перила Не Позволяет Туда Попасть Ладно Да Нужно Нажимать Y Скорее Всего В этом И загвоздка Когда я Падал Может быть Нужно Было Давить Y Когда я Падал Чтобы Забрать Ту Сферу Но Там Y По Моему Не Подсвечивалась Ну То Есть Кнопка Действия Не Светилась Вот Вот Тебе И Вопрос Отсюда Ты хочешь Честного Файта Иди Сюда Ой Блин Не Увидел Эту Сферу Получи Еще Мне Айка Немножко Напоминает Просто Наверное Своей Необычностью Эта Игра Тоже Кстати Обожаю Этот Проект Я Записал Айку Shadow of the Colossus И Последнее Last Guardian Эти все Три игры Записаны На канале Кстати Если вам Интересно Можете Посмотреть Топ Моих Наверное Игр Таких Знаете Необычных Все С удовольствием Проходил Айка Shadow of the Colossus Еще на Второй Соньке Но Записывал Для канала Уже Версии PlayStation 3 Если Не PlayStation 4 Наверное PlayStation 4 Открылась Эта Дверь Мы Можем Пройти Дальше Мне Хочется Перед тем Как Мы Туда Забежим Все Таки Вернуться Немного Назад Подняться На Чердак И Попробовать При Падении Нажать Кнопку Y Ой Этот Сидит Со Столом Что Расскажет Привет Ты Че Тут Увенчались Для Поиски Успехом Друг Мой В особняке Темно А еще Полно Странных Созданий Пожалуйста Смотрите В оба У меня Не было Друзей Уже Целую Кучу Лет Я Очень Надеюсь Что Мы Оба Переживем Это Приключение Надеется Я Тоже Надеюсь На Это Конечно А Понял Лифт Он Не Приехал Я Думаю Че Такое Углюкнуло Что Он Просто Должен Приехать С Верхнего Этажа Сейчас Буду Тапать Игр Игрик Что И Игоря Игрик Что Умалишенный Нет Ну Еще Разочек Три Три Раза Не Работает Схема Может Быть Просто Сверху Ну Нет Наверное Ладно Все Не Заморачиваемся Посмотрим Потом Может Быть Где-то Есть Какие-то Гайды Вот На Следующие На Запись Следующего Видео Может Чего-то Там Придумаем Так Тут Мы Открыли Дверь По-моему Одна Дверь Только Туда Налево Ну Так Еще Беглый Взгляд Что Тут Вообще У нас Происходит В целом В этой Локации Нет Ничего Не Осталось Поэтому Сюда Уверен Сейчас Какой-то Опять Будет Босс Файт У меня Немного Что 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 Немного Заставляет Нервничать В хорошем Смысле Это Локация так забегаем наверх ключ у нас есть люди все сделали это что за рычаг может это люстру передвинет нет а это быстрый подъем наверх по если я упал да если мне нужно сюда попасть ну вообще там особо не не маршрут не такой же продолжительный даже есть по той лестнице подняться есть у нас семечко есть у нас еще одно даже в запасе понял лучше сразу быть готовым к тому что жизнь сейчас будет уходить попали попали в спину блин не с той стороны немного ударил а а а а а Продолжение следует... Блин, тяжело, я вам скажу. Тяжело, но мы справляемся. Тут не мог даже комментировать, был максимально сосредоточен на бое. И вот она, четвертая душа. Ой, залазь. Это такие же, наверное, как мы, вороны. Она обещала мне вечную жизнь. Но носить горшок вместо головы? Нет уж, обойдусь. И нам она, видите, сейчас будет забивать байки, что, мол, типа, все будет хорошо. Не просто так она с нами тут общается. Если бы она не хотела нас уговаривать, то я думаю, она бы просто начала бой. А так постоянно, как ее не встретим, она что-то там болтает нам и пытается нас переманить, возможно, на свою сторону. Так, так, не туда забежал. Ой, вот она. Фух, напугала меня. Ну, все верно. Ой, ну все, воронье отродье. Хватит злоупотреблять моим гостеприимством. Сначала ты забиваешь голову всякими глупостями моему недалекому внуку, рассказываешь ему небылицы о проклятиях. А теперь смеешь заявиться сюда и разбивать мои чудесные вазы. Я ведь просто пытаюсь помогать людям. А если ты посмеешь зайти в мой подвал, то сильно пожалеешь. Твое начальство узнает об этом. Хотя, у меня нет желания встречаться с этим чудаком еще раз. Какой нормальный человек будет носить замок вместо головы? Настоящая дикость. Кыш, воронье. Ты что, иди сюда. Ну, посмотри на нее, кыш, воронье. Ой, выскочили ребятушки. Ну что, открываем эту дверь. Так, а зачем у нас еще один ключ? Погодите, погодите. Или это ключ от этой двери? Ой. Теперь все пустоты сияют. Неземным цветом. Путь свободен? Ах, если бы я только чуть больше смыслил в дверях. Перед тем, как вы пройдете дальше, Клювик, я бы хотел вам кое в чем признаться. Это старая ведьма, моя бабушка. Она по ошибке заменила мою голову на керамический сосуд в надежде сделать меня бессмертным. Видите ли, ее постигло огромное горе, когда моего дедушки не стало. И она вознамерилась уберечь нашу семью от смерти навечно. В своих исследованиях она пришла к тому, что если изменить чудо-голову на сосуд, то этот человек исчезнет из книги мертвых. Я отчаянно сопротивлялся. Должно быть, во время борьбы что-то пошло не так. И заклинание применилось неудачно, как вы могли заметить. И теперь у меня котелок вместо головы. Боюсь, она прожила... Прожила же так долго, что ее душа разбухла и поросла тьмой. Такое уже не раз случалось на этой земле. Молю вас, жнец, положите конец ее страданиям и пусть ее душа отправится в новую жизнь. Может, она снова обретет покой. Хорошо, так и поступим. Берегись, живой жнец. Ой, блин. Эти цветочки аж присели. Блин, я берегусь. Я не знаю, что у меня. У меня 511 единиц душ. Энергии душ. Нужно срочно вернуться назад. Так. А эти я не могу, значит, кувшинно зажечь и эту дверь открыть. Давайте чего-нибудь прокачаем. И уже дальше, конечно же, рванем в бой. Есть подозрение, что сейчас нас ждет уже сама ведьма. Как противник, так что нужно быть готовым. Добро пожаловать в хранилище душ. Не желаешь ли? Желаю, желаю. Итак, магия. Способная жнеца управляет силами магии. Увеличив этот показатель, вы повысите магический урон и улучшите способность дальнего боя. Магический урон и способность дальнего боя. Ладно. Тут можно было, конечно, копить и улучшать что-то другое. Но, мне кажется, каждый из четырех этих пунктов, он должен быть хотя бы как на минимум прокачан. Потому что я часто использую также и выстрелы, а также часто, как и, собственно, и удары мечом. Керамическое поместье. Возвращаемся в керамическое поместье. И я уже в предвкушении крутого боя. А я все так же постою на страже. Да помогут вам врата смерти, Клюрик. Ох-ох. Че-то это местечко... Мне совсем не по душе. Вот это золотые гензеля. Прям зельда. Вот тут вот только линка не хватает. О, боже мой. Вот тебе и здрасте. Обалдеть. Так, мы попали внутрь. Алчность. Наш противник, да? Алчность это моя была? То есть то, что я хотел забрать. То, что я хотел забрать. Боже, блин. Как они тут агрессивно нападают. Ну я так легко не дамся. Ух. Ой, блин. Эти взрываются. Забыл. Блин, какой крутой музоний. И экшен пошел. Такое мне нравится, конечно. Наконец-то. Мы долго бродили, а теперь файт. Максимальный файт. А, тут огни нужно зажигать. Ух ты, блин. Или они сами зажигаются. То есть в зависимости от того, сколько я победил противникам. Подставился, подставился. Плохо. Так, мелкие. Главное, чтобы респауна не было. Если можно поодиночке их убирать, то тогда, конечно... Пляха-муха! Вот это, вот это было неожиданностью для меня. Обычно эта летучая мышь самая простецкая взяла и нанесла мне урон. Подлый, подлый урон. Давай, давай, давай. В сторонку. Когда один удар остается, конечно, я максимально в тревоге. Давай, кувыркайся, что ж ты делаешь? Есть! Все четыре огня загорелись. Правда, у меня один, всего лишь один в запасе. А, да, ячейка здоровья. Ух! Победа? Неужто победа? Вау! Это феникс! Прими это дар, друг ворона, и пусть он поможет тебе преодолеть испытания. Наверное, все-таки это золотой ворон. И что же там у нас за дар? Блин, я так давно не нервничал. Эта игра дарит мне очень яркие эмоции. Какая-то корона. Получено заклинание огня. А, я понял. Нажмите влево, чтобы выбрать заклинание огня, или вверх, чтобы выбрать стрелы. То есть, получается, я теперь могу стрелять огнем. Понятно. И там, где нет даже костров, которые можно поджечь, я могу использовать огонь. Прикольно, кстати, с кувшинами сделано следующее. Он восстанавливается, я разбиваю его и получаю дополнительную, соответственно, стрелу, ну, в данном случае дополнительный, ну, в общем, магию мы восполняем, ладно, дополнительную ячейку магии. Ну, восполняю ячейку магии, не дополнительную, то чушь, то чушь. А это секрет, легенький причем. Так, подняли сто единиц энергии души, а как мне выбраться отсюда? Неужели? Неужели только падением вниз? Где я восстановлюсь? А-а-а, обалдеть, и как же выбраться отсюда? Ребят, это странная ситуация максимально. Может быть, у меня все-таки нет еще того умения, а может быть, я могу сжигать тут предметы? Да нет, они бы были подмечены. Хм. Тут все гораздо проще оказалось в итоге. Еще немного. Это какой-то как бонусный уровень, слушайте. Там какой-то плакат висит, надо будет посмотреть поближе. Что за книга? Похожий на старый ежедневник жнеца. Нам приказали отключить ряд открытых врат рядом с местностью, где недавно был намечен необычный энергетический выброс. Ранее в этой области наблюдалась бурная активность, как-то связанная с членами комиссии, которые помогали ведьме с ее исследованиями. Приказ был исполнен сразу после оглашения, и я не знаю, что произошло с воронами, которые были по ту сторону врат. Сейчас все врата запечатаны, а невыполненные приказы на этой территории закрыты вручную. Очень странно, но мне за это не платят. Лучше не задавать лишних вопросов. Но тут интрига, скандал, расследование, что стало с теми воронами. Они погибли все четыре. Это ужасно. Кто-то подставил, кто-то подставил, и опять же у меня в голове всплывает игра Grim Fandango, где у нас были тоже заговоры в загробном мире. Ой, кто такой? Еще она мне напоминает Silk, вот сейчас там Silk Song, должно на дополнение все ждут. Вылетело с головы. Ну вы поняли, да, какой игре идет речь? Так, что расскажет Вага, почти что Ванга. Вижу, ты исследуешь старые офисные помещения. Когда-то я работал в восточной секции, но потом познал истинную жизнь и бросил этот мартышкин труп. Теперь я куча, куча, теперь я куча газет. Куда счастливее? Хотя должен признать, у меня был очень уютный офис. Твой цветочек тут, гляньте, там распрямил свои лепесточки, когда нас увидел. Ты кто такой? Похоже, у тебя полно душ. Откуда такое богатство? Я не видел столько энергии душ уже много десятилетий, даже веков. Ну да, мы набрали, мы вернулись, ребятки, в главный этот офис, получается, в зал врат душ, только мы пришли сюда каким-то новым маршрутом, что, конечно же, стало для меня сюрпризом. Я не понял сразу, что мы вернулись в основную хаб-локацию. Давайте, а что давайте? У меня 347, я ничего улучшить не смогу. Давайте, наверное, поговорим с этими ребятками, может, нам дадут какое-то дополнительное задание. Я слышала историю про одну ворону. Это произошло много лет назад. Жнец не смог выполнить свою работу, и его врата пришлось снимать вручную и списывать на склад. Говорят, тогда пришлось заполнить немыслимое количество документов и даже изобрести новые формы отчетов. Три. Секретарши так вымотались, что потеряли сознание. Вот бы я была на их месте. Что наш скажет непосредственный начальник? Это супервайзер Чендлер. Ребятки, Чендлер, друзей, привет. Мне нужна бумажная... Мне не нужна бумажная волокита, так что постарайся исправить свою ошибку. Понятно? Ну, тут прокачка, он ничего нового не скажет, я уверен. Да, ты хочешь... Не хочу, потому что у меня нет возможности ничего прокачать. И остается нам тогда... Что же нам остается сделать? Переигрывать. Остается переигрывать те локации, в которых мы были раньше, но теперь у нас появился огонь, и мы можем зажигать костры там, где даже нет рядом горящих факелов или костров, и таким образом мы сможем находить, видимо, новые маршруты и проходить соответственно по сюжету игру дальше. Плюс прокачивать персонажа, ну и все... Вся эта история. В общем, игру-ка меня очень зацепила. Ребят, надеюсь, что и вас тоже. На этом будем заканчивать. Огромное спасибо за просмотры. Увидимся в самое ближайшее время. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok